Сегодня рассмотрим весьма странный мессенджер, который называется Quiet. Ну, странный он по юзабилити, по мне так чересчур странный. Но при этом весьма интересный по задумке. Значит, сейчас, пока буду устанавливать, расскажу о его достоинствах. Первое, кстати, то, что он кроссплатформенный, то есть есть подо всем. Ну и, собственно, здесь же на главной написано, что вы контролируете все свои данные, не запуская при этом собственный сервер. В Quiet это реализовано посредством организации одноранговой сети peer-to-peer. Ну, условно, торрент. Со сквозным шифрованием, естественно, да еще и трафик весь идет через торр. Ну, то есть когда мы рассматривали защищенные мессенджеры типа Signal, я говорил круто сквозное шифрование на все чаты, открытый исходный код, но он требует номер телефона при регистрации. И это плохо. Но все равно он лучший. А потом Матрикс децентрализованный плюс ко всему, что есть у Signal, он самый крутой. А потом Симплекс чат, у которого вообще нет юзер-айди опять. Вот он, самый крутой. И вот сейчас Quiet, у которого не то, что юзер-айди нет, у него вообще ничего нет. Есть зашифрованное соединение устройства-устройство и трафик весь идет через торр. И я говорю, да, он крутой, но весьма специфический в плане, собственно, своего прямого назначения. Ну, как мессенджер. Ну, наверное, подойдет для ситуаций, связанных с повышенным риском. Значит, тут, и это выглядит, как первая странность, нельзя просто завести аккаунт. Можно только присоединиться к какому-то сообществу, либо создать свое. Но это ладно. У этого есть техническое объяснение, кому интересно, почитайте у них на сайте. Потом покажу, как присоединиться, а пока создадим. Не любит он заглавные буквы, и русский тоже не любит. Название юзер-нейм латиницей и строчными. Создал быстро, но вообще может создавать долго. Минуты по три. Тут у нас настройки сообщества и тут мы можем пригласить новых участников. Скопировали инвайт, а отправили по какому-то защищенному каналу. В принципе, любой, у кого есть ссылка, сможет зайти в ваше сообщество. Увидеть все чаты и вы даже не сможете его выгнать. И вот это уже странность, которая мне непонятна в случае с защищенным мессенджером. Значит, вот как выглядит приложение под андроид. Вставили ссылку, придумали имя, зашли. Вот тут уже я ждал возможности присоединиться минут пять. Но это происходит только в первый раз. Все. В General появляется сообщение, что присоединился некий VLOMOV. Дальше вам посредством пароля и отзыва или каверзного вопроса нужно убедиться, что это именно тот VLOMOV, которому вы отправляли ссылку. И можно начинать общаться. При этом под капотом происходит ряд действий с обменными ключами шифрования и так далее. И даже тут пишут, что VLOMOV вскоре будет зарегистрирован. Но о том, что регистрация произошла, никаких сообщений не приходит. Я тут долго гонял мессенджеры, так и сяк. Бывало, что присоединился, вроде все чаты видишь, начинаешь общаться, а сообщение не приходит по десять минут. Значит, кроме сообщений здесь можно отправлять файлы. Любые. Но летят они очень медленно. Десять мегабайт, двадцать минут. И на мобильном скачать и открыть мне их не удалось. А на десктопе только после танцев с бубнами. Потом покажу. Зато смайлики можно отправлять. Так вы и создаете каналы. Но возможно только публичные каналы. И русский в названиях он то понимает, то нет. Лучше, наверное, все всегда делать латиницей. Каналы могут создавать все участники. А вот удалять канала может только владелец сообщества. Также и инвайт может отправить любой участник. А вот чтобы человек мог присоединиться к группе по инвайту, владелец обязательно должен быть в сети с включенным мессенджером. Соответственно, любой участник сообщества может покинуть сообщество и присоединиться к другому. Если владелец покинет сообщество, больше к нему никто не сможет присоединиться. Что касается присланных файлов. Так и не дошел ко мне файл на 10 мегабайт, покажу на старых. Значит, можно нажать показать в папке. Он включит проводник. И тут у нас папка скачанная. Это то, что вам прислали. А тут папка отправленная. То, что вы отправляли. Скачанные прекрасные, но приходят они вот в таком виде. Без расширений, с измененными именами и открыть их невозможно. И вы уже, наверное, догадались, как с этим бороться. Если вы знаете, какой файл вам прислали, вы нажимаете переименовать и просто добавляете расширение. Вот это, судя по объему, файл mp4. Добавили расширение. Файл заработал. А вот это txt. И тут добавляй, не добавляй, будет тарабарщина. Где-то что-то шифруется по пути и не расшифровывается обратно. А это, похоже, JPEG. Да. Ну, в общем, выглядит так, как будто просто ребята делали-делали и не доделали. Ну, то есть задумка крутая, но ряд механик настолько странные, что не очень понятно, как пользоваться вообще. Заводить ли какого-то чата, какого-то сообщества, а все остальные чаты в других мессенджерах непонятно. Ну ладно. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. И в конце концов... Продолжение следует...